Друзья, всем привет! С вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп. Давно с вами не виделись. Сегодня мы с вами поговорим о детских квадроциклах от компании Вайт Сиберия. Поехали! Давно мы с вами виделись, где-то, наверное, полгода, наверное, мы не снимали видео, не выкладывали новинки. Но сейчас мы постараемся реабилитироваться и даже вас ожидает сюрприз. Не в этом видео, но в ближайшее видео будет сюрприз для вас. Ну что, друзья, давайте с вами сейчас знакомиться с квадроциклами от компании Вайт Сиберия. В данном случае мы с вами поговорим о двух моделях. В принципе, модели, они очень схожи. Вайт Сиберия Снег и Снег Эр. В этом видео мы с вами обсудим, как раз, чем они отличаются между собой, на что они способны. И немножко покатаемся. В принципе, сами модели по себе, если вы видите, внешне они, конечно, отличаются. То есть здесь есть небольшие изменения по корпусу, по освещению. Но сами по себе характеристики, то есть внутрянка, она одинаковая. То есть если мы с вами говорим о моторе, то мотор здесь 1500-ваттный, с цепного формата. Тянет достаточно очень хорошо. И сразу-сразу бегу наперед. В принципе, компания Вайт Сиберия сама по себе заявляет, что данный квадроцикл подходит в возрастной категории. Рекомендуют, по крайней мере, от 4 до 9 до 10 лет в такой категории. Но максимальная нагрузка выдерживает снегоход, хотел сказать, квадроцикл, друзья. Квадроцикл до 100 килограмм. Вот, поэтому, в принципе, я, конечно, не 100 килограмм, всего лишь там 70 где-то 7. И могу сказать так, что со своим весом 77 он дает жару, ого. Так вот, к чему я хочу сказать, что я бы ни в коем случае не дал бы сесть за руль ребенку 4 или 5 или 6 лет. Ни в коем случае. То есть минимальный возраст это 7-8 лет. И обязательно я советую это защита. Обязательно шлем, наколеники, подлокотники. Дети должны быть защищены, потому что они хоть и небольшие эти квадроциклы, но они с характером. Аккумулятор у нас стоит здесь 48 вольт на 12 ампер часов. Аккумуляторы переносные. Находятся вот здесь, в таком кейсе, вот у Снега R. У Снега обычно он находится в сумке. Аккумуляторы у нас кислотно-челочные по завелению производителя, то есть не литионные. Они достаточно изначально, в принципе, очень сделаны хорошо, гидроизолированы. И к перепадам температуры относятся очень хорошо, в принципе. Поэтому здесь по завелению производителя с аккумулятором проблем не должно быть. Что касаемо пробега на одной зарядке. По завелению производителя максимальный пробег на одной зарядке до 45-50 километров. Что достаточно, в принципе, неплохо, я считаю. Потому что, да, мы взрослые, можем проехать там и 300-400 километров. Но детишкам 50 километров нагонять, мне кажется, это за глаза. Что касаемо максимальной скорости, опять же, заявляет производитель, ну, критерий какой-то разбег очень большой. Вот есть паспорт, да, вот квадроцикл, и там написано 25-45. Вот и как понять 25 или 45 или 30? Ну, наверное, имели в виду компанию «Вазисибирь», скорее всего, я так предполагаю, что в зависимости от веса райдера, наверное, манеры езды и места, по которым катаюсь. Скорее всего, так, это я предполагаю. Но мы постараемся в этом видео замерить скорость, если нам удастся. Но, в принципе, могу сказать так, что даже люди, когда покупают самокаты, я говорю, что, ну, 30-ка, там, за глаза скорость, в принципе, по городу, да, больше не нужно. А что касается детей, я считаю тоже, что до 30 километров более чем достаточно. Но, учитывая то, что я сейчас на нем, в принципе, сам прокатился, и как он едет, ну, мне, по моему мнению, опять же, да, то есть более чем за глаза скорость. Итак, что касаемо подвески, давайте с вами поговорим. Подвеска у нас идет с вами пружинная, масляная с регулировкой. По подвеске здесь есть небольшое отличие. На снег обычном, соответственно, у нас с вами стоит один рычаг, здесь два рычага. Колеса здесь у нас с вами стоят 6-дюймовые, покрышки у нас бескамерные, поэтому с точки зрения проколоть колесо достаточно проблематично, но, знаете, все прекрасно возможно при желании, да, вот, резина, потому что здесь очень плотная, и проколоть тяжеловато. На дороге себя ведет очень хорошо, но что касаемо подвески, сразу скажу, что, в принципе, техника очень крутая, мне понравилось, но вот на лежачем проехал, почувствовал, что немножко такая жестковата. Давайте с вами поговорим о внешних отличиях, да, то есть, соответственно, если вы видите, обратили внимание, что внешне они достаточно отличаются по корпусу. Корпус везде идет пластиковый, вы видите, да, здесь, соответственно, такой, как бы, на R-ке поагрессивнее, и фары, и освещение оптика. Если здесь обратили внимание, у нас стоят 4 фары диодные, то здесь у нас стоит всего лишь 2. Я думаю, что вряд ли каждый там, ну, родитель даст своему ребенку кататься в ночной промежуток времени на квадроциклах, да, то есть, поэтому с точки зрения ночного освещения, я думаю, что вряд ли вы будете есть. Но, тем не менее, освещение, конечно, будет, но не такое сильное и мощное. Поэтому, если вы захотите поставить дополнительное освещение, вы можете при покупке данных квадроциклов на нашем магазине обратиться к нам, и мы установим вам хорошую оптику дополнительную здесь. куда ее установить, не проблема, это можно и сюда поставить, да, на данном случае здесь можно поставить. То есть, это не проблема, сделаем хорошее освещение. Итак, друзья, что еще хотелось бы сказать, что с точки зрения визуального, да, то есть, мне очень нравится вот этот малыш, он немножко, наверное, поменьше, визуально, по крайней мере, кажется, с тем, что у него, по крайней мере, здесь вот предусмотрена вот такая вот металлическая защита, он же, в принципе, и корпус, на него можно ставить дополнительное какое-то оснащение, сумки, какую-то еще ручную кладь, какие-то такие вещи, и в этом плане, по крайней мере, для меня он выигрывает, да. А так, друзья, ну, на любителя, кому что больше нравится. Плюс ко всему, с точки зрения, если нужно перенести, да, взяли, приподняли, вот есть за что сцепиться. Если мы берем миниер, подходим, да, то здесь все достаточно такое тоже красиво, классно, но все сделано из пластика, и за что тут взяться, да, то есть, чтобы его поднять, перенести, не совсем удобно, ну, боишься сломать, поэтому приходится что сделать? Вот сюда вот как-то наклоняться, да, там за что-то брать, вот так вот совместно, и перетаскивать, передвигать. Вот в этом плане данный просто классический снег, он выигрывает. Итак, друзья, давайте с вами поговорим о рулевой части, о консоли управления, что здесь себя представляет. В принципе, если миниер взять, у нас стоит ключ зажигания, повернули, здесь у нас с вами стоит небольшой дисплей. Далее, с левой стороны у нас система управления светом и сигналом, фара, сигнал достаточно достойный. Здесь у нас стоит с вами тумблер, все системы управления, то есть, что это такое, да, то есть, буква F, это готовка к езде, то есть, вот нажали чуть-чуть, да, он поехал. Тумблер переключаем, нейтральная скорость сразу говорю, что здесь она сама по себе не функционирует, да, то есть, она вроде как предназначена, но ее, можно сказать, нету, поэтому на нее не надеяться. И задняя скорость, да, вот видите. На самом деле, друзья, такое отступление тоже небольшое, то у меня старший сын, когда увидел квадрика в магазине у нас, говорит, пап, купи мне такой на день рождения квадроцикл. Вот я к чему говорю, не к тому, что сейчас, да, там, как, точнее, дети реагируют на такую технику. Ребенок загорелся, все, и вот на протяжении трех недель, каждый день я приходил домой, когда с работы, да, он говорит, пап, купи мне квадроцикл, пап, купи мне квадроцикл. Я ложусь спать, он там чуть ли не тому же, пап, купи мне квадроцикл. Ну, суть я к чему веду, к тому, что, на самом деле, детям безумно нравится такая техника, да, то есть, и, в принципе, я вижу тоже, когда клиенты приходят, да, то есть, с детишками дети смотрят, и просто у них глаза загорят. И, в принципе, я их понимаю, потому что, если вы в моем детстве, да, то есть, и ваши, наверное, родители смотрят сейчас это видео, наверное, тоже, да, такой техники не было, да, но мы все мечтали и хотели бы, поэтому у нас не было, но надо, как говорится, радовать наших детей, и самим тоже радоваться, потому что можно и самим покататься, до 100 килограммов держит, и я скажу так, что подарив сыну, я и сам покатаюсь. Ладно, мы отступили немножко, друзья. Что еще хочется сказать? Хочется сказать о тормозной системе, потому что, хоть и говорят поговорка, тормоза придумал трус, да, то есть, ну, на самом деле, ничего подобного, тормоза не отъемлема часть любой техники, особенно мото-либо квадро. В данном случае у нас на квадроциклах стоит дисковая гидравлическая система торможения, тормоза отрабатывают достаточно хорошо, достойно, ничего не могу сказать плохого, поэтому они заслуживают, по моему мнению, оценку из 5-5, в принципе, я им поставлю. Что касаемо комплектации, да, на квадроциклах, ну, понятное дело, сам квадрик, идет зарядное устройство, мануал, инструкция и гарантийный талон. Что касаемо зарядного устройства, зарядное устройство здесь идет 1,8 ампер, по времени зарядка в районе 5 часов. Инструкция на русском языке, где вы ознакомитесь со всеми характеристиками дополнительной и возможностями квадроцикла вашего, и гарантийный талон. Гарантия предоставляется на скутер 12 месяцев. Кстати, я вам покажу, обязательно сейчас обратите внимание, где находится гнездо зарядного устройства, потому что, когда я впервые увидел такой квадрик, я искал какой-то промежуток времени, не мог его найти, поэтому пока, чтобы вы голову не ломали, где оно находится. То есть, я сразу покажу, смотрите. А может, не смотрите? Шутка. Вот, смотрите, вот здесь зарядное устройство находится в гнездо. В принципе, сам разъем тоже сюда вставляете. Обязательно всегда закрывайте, я всегда рекомендую, не ваша какая техника, то есть, всегда есть заглушка, и гнездо зарядное устройство само по себе закрывайте, чтобы туда не попадала ни влага, ни грязь никакая, да, то есть, не забилось ничего, не коротнуло, не дай бог. Поэтому вот так. Друзья, более подробная информация, характеристики можете ознакомиться здесь на экране, появится таблица, нажмите паузу, и повнимательнее можете ознакомиться с характеристиками данных квадроциклов. Сейчас хочу измерить клиренс квадроцикла, чтобы вы понимали, где можно ездить, где нельзя ездить, рекомендуется. Давайте начнем, в принципе, мне кажется, с передней части, потому что здесь самая, как я вижу, по крайней мере, самая нижняя часть низкая, наверное, но мы и спереди измерим, и сзади. Итак, 14, да, 14 сантиметров чистый клиренс, передняя часть, теперь задняя. Хотя нет, наверное, все-таки задняя часть будет поменьше, из-за, вот видите, у нас диска стоит, да, то есть из-за диска, а и цепной, в принципе, здесь проходит нас с вами, и вот защита стоит. Ну, 10 сантиметров, в принципе. Да, задняя часть у нас 10 сантиметров. Да, друзья, еще что хотелось добавить, что, смотрите, регулировка, в принципе, натягивания цепи здесь немножко отличается, если мы возьмем просто снег, то с помощью, отрегулировать цепь, натянуть ее с помощью оси задней части, вот видите, здесь раскручиваете болты, оттягиваете, соответственно, цепь, она вытягивается. Если взять, например, снег-Р, то здесь цепь вытягивается только с помощью двигателя, то есть регулировка его цепи, получается, немножко будет здесь менее удобна. Вот, да, то есть здесь мы вот болты стоят, вот тут с этой стороны раскручиваем, да, то есть подрегулировали, вот болты стоят. И, соответственно, цепь мы натянули. В принципе, они не такие, это глобальные, скажем так, отлично, но, тем не менее, они есть. И вот вам решили показать то, что вы увидели и понимали, как оно здесь просто стоит. Также мы заметили, что на Снег-Р у нас защита здесь цепи, тормозов, ось, все у нас здесь дополнительно, она есть. На Снег обычного ее нету. Поэтому тоже такой момент, конечно. По мне, это, конечно, не то, что не критично, конечно, но не очень хорошо, потому что все-таки бывает, что мы вроде как рассчитываем покататься по одному на высоте клиренса. Но если, не дай бог, где-то что-то зацепили, то здесь можно, конечно, капитально повредить все это дело за историю. Так что такие дела, друзья, будьте есть, будьте аккуратнее. Здесь у нас находится аккумулятор, в принципе, на том квадроке тоже самое, только здесь у нас идет сумка, там у нас в пластиковом кейсе. Покажу вам, как он просто снимается, вы вытащите аккумулятор и как он выглядит. Здесь у нас стоят резинки, такие жгуты, для того, чтобы он стоял крепко. Здесь мы снимаем. И сейчас попробуем его достать. Данный просто квадрик, не обращайте внимания, у нас он тестовый, да, то есть поэтому прошел уже огонь и воду. Так что то, что здесь грязно, грязновато, как говорится, не обращайте внимания. Соответственно, здесь, смотрите, обратите внимание, стоят четыре аккумулятора. Вот раз, два, три, четыре. 12 ампер часов, 12 ватт. Ну что, ребят, немножко покатаюсь. Поделюсь своими небольшими ощущениями от небольшой поездки на квадроцикле. Слушайте, на самом деле могу сказать так, что я, конечно, не то, что там какой-то профессионал по квадрикам, да, но, тем не менее, ездил и на бензинок на разных, да. И могу сказать, что вот это, если говорить, что это для детей, ну, причем там в Сибири компания говорит, что предназначается якобы по возрасту примерно там от четырех лет до девяти. Ну, я вам откровенно честно скажу, вот четырехлетнему сыну, там, например, да, там, ребенку, я бы не доверил ни в коем случае управлять такой техникой, или даже пятилетнему. Потому что эти квадрики, они, хоть и небольшие вроде визуально, да, но они с характером. И набирают скорость достаточно очень хорошо. А заявляет производитель скорость там максималка, там, до полтинника, ну, 30, точнее, 35-40. Я не измерял, поэтому сейчас пока не могу сказать, что реально так, но учитывая того, как он набирает, а набирает он, в принципе, неплохо и едет, неплохо. Ну, не будем сейчас сильно гонять, и что-то перед пешеходом. Вот, аппарат реально с характером. Поэтому, друзья, если вы планируете брать своим детишекам такие квадрики, то, во-первых, в первую очередь, нужно возрастную категорию. Я считаю, что это минимум, там, 7-8 лет. Во-вторых, соответственно, обязательно кипа, защита, шлем, полная кипа, наколенники, локотники, все. То есть, нужна защита обязательно, потому что безопасность наших с вами детей, это в первую очередь. Тем более на такой технике. Ну, и, конечно же, не на дорогах ездить. Так, сейчас проверим, как подвеска работает. Ну, жестковато, честно скажу. Да, жестковато. По идее, подвеска она стоит здесь, хорошая, в принципе, как заявляет производитель. Но вот сейчас на лежачем полицейске при вас проехал. Пятая точка у меня немножко, конечно, почувствовала жесткость подвески. Тормоза здесь хорошие. Где, в принципе, этот квадрик можно на квадрике погонять лучше всего, так это будет однозначно пересеченная местность. За городом, где лесопарковая зона, горки. Вся эта история. Жалко, что у меня в детстве такой игрушки не было, конечно. Как я думаю, большинство родителей, которые сейчас смотрят это видео. Ну что, друзья, вот мы с вами познакомились с квадроциклами от компании White Siberia. Надеюсь, они вам понравились. Не знаю, как вам на самом деле, но мне они реально зашли. Интересные модели. Поэтому приглашаю вас к нам на тест-драйв. Приезжайте. Магазин находится у нас на торговом центре электроника на Прессе. Это метро 95-го года. Это метро буквально 200 метров. Также бесплатная парковка можно приехать. Большая декабрьская 3, строение 1. Дальше будем снимать новое видео. И вас ждет новиночка, премьера. Очень скоро на нашем YouTube-канале. Так что ставьте колокольчик и будьте с нами. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!